Люди, о которых говорят и которых с удовольствием слушают. Настоящие профессионалы и интересные собеседники. В прямом эфире Народной волны с Игорем Цезарским. Уважаемые дамы и господа, наш эфир продолжает, как вы уже слышали, встреча с Игорем Цезарским. Игорь, добрый день, здравствуйте. Добрый день, Анатолий. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Я хотел только узнать, меня хорошо слышно? Вас слышно замечательно. Все очень хорошо. Итак, с чего я сегодня начну? Так это с того, что буквально час назад мы записали очередную программу на ТВ-клубе «Континент». Моими собеседниками были замечательные журналисты, эксперты Игорь Туфельд и Лена Пригова. И эта программа появится на Ютубе буквально вот с минуты на минуту. Так что вы можете, окончив слушать данную передачу, переместиться с радиоблога на ТВ-клуб. Но дело в том, что я допускаю, что кто-то не успеет или по тем или иным причинам не сможет. Поэтому я хочу начать ровно с того, с чего я начал ту передачу. А начал я ее с того, что пришла достаточно добрая весть. Она пришла с биржи, рухнули акции. Кого бы вы думали? Компании Твиттер. Той самой, которая решила навечно отлучить. Вырубить из своих рядов еще пока действующего президента. Ну и ряд его видных сторонников. Так вот, на 10% эти акции ухнули, что в пересчете на деньги так где-то там 5 с лишним миллиардов долларов. Я думаю, эта информация каким-то образом даст пищу для ума и нашим слушателям, и те, кто, наверное, будет лить, как говорится, горькие слезы. Потому что, я думаю, у этой компании еще есть какие-то почитатели. Но, надеюсь, что среди наших слушателей больше тех, кто возмущен действиями Твиттера и ему подобных. Итак, сегодня со мной мой коллега из Нью-Джерси, блогер Михаил Герштейн. Миша, добрый день. Добрый день. Вот. Ну, видишь, я начал с хорошей новости. Я не знаю, может, ты продолжишь. Если у тебя есть хорошая тоже новость, давай. Ну, нет, тогда перейдем к минорным темам в том числе. Ну, это хорошая новость. Она, как обычно, со слезами на глазах. Потому что альтернатива Твиттеру, которая существовала до вчерашнего дня, Parler, я не знаю уж как там его, Parler, Parler, значит, он пока что существовать перестал. Потому что сначала Google и Apple выкинули его из своих AppStores. Они, правда, как бы, это не самая большая проблема. Потому что, во-первых, на Android, слава богу, приложение можно установить и в обход AppStore, в отличие от Apple. Ну, а во-вторых, у них и веб-сервисы работали, если идти просто через браузер, тоже работает. И практически вся та же функциональность. Но потом проснулся наш любимый Джефф Безос, владелец Амазона. И в расторге контракт с Parler на хранение, на предоставление ему услуг по серверам. То есть Parler оказался без серверов, без ничего. Они все сохранили, конечно, они могут в любой момент это перенести на какие-то другие сервера. Но наши замечательные бегемоты от Силиконовой долины позаботились о том, чтобы нигде никто сервер Парлер развернуть не мог. То есть пока что Parler вообще отказывают. Но, как всегда, есть в этом и хорошая новость. Потому что сегодня Parler подал в суд на Амазон за расторжение контракта и за нарушение соглашения, которое они подписали. И кроме этого, потому что Твиттер, Facebook и все остальные стали кричать, что все вот эти безобразия, которые были на прошлой неделе, а это все результат работы Parler. Как выяснилось, никто из этих зачинщиков, ну вот этих вот людей, 60 или сколько там человек вошло в Капитолий, никто из них толком Parler не пользовался, они все это обсуждали на Фейсбуке. Но Фейсбуку, естественно, все ни по чем. Они там кого-то там парочку человек там, ну парочку, в их по минимуму, то есть 1200 человек забанят, вот, выкинут. И все хорошо, вот. Но Parler пока судят, потому что, оказывается, у них был, то есть у Твиттера точно такой же сервис предоставлен, как у Parler на Амазоне. И о них судят за нарушение, за анти-драст файлэйшн, то есть нарушение антимонопольного закона. И за много там еще чего, там достаточно интересный был, успели написать сегодня достаточно интересное заявление. Они сейчас пока требуют отсюда, чтобы они восстановили сервис, а потом будут разбираться. Потому что найти нового провайдера им достаточно сейчас тяжело. В условиях, ну, в новой реальности, в условиях китайской цензуры мы ничего делать уже не можем. Слушай, я чего тебе хочу сказать, извини, перебиваю, но, ты понимаешь, если суд будет рассматривать их иск таким же образом, как иски трамповские рассматривались, и его адвокатов, то ничего, я не жду хорошего. И вот вопрос, в связи со всем этим. Сегодня, кстати, прослушал последний по времени ролик Михаила Веллера, кстати, очень тоже рекомендован, такой девятиминутный. Но Михаил Иванович очень точно там расставил акценты относительно вообще свободы, на которую вот слово у нас не просто идут посягательства, а атака. И насчет вообще того, что эти компании, названные вот нами сейчас, присвоили себе право лишать людей голоса, ну, что людей, а не президента лишили голоса, да? Что уж говорить про всех остальных граждан. А это, собственно говоря, нарушение вообще всех и возможных в данном случае правил и законов. И самое интересное, вся эта отговорка, что эта частная компания, она может делать что угодно, ну, он очень хорошо сравнил там все это, и это все равно говорит, что взять, ну, продавать. Сегодня другое прекрасное сравнение, кстати, как раз по поводу событий на прошлой неделе. Во-первых, я еще скажу, было еще три-четыре хорошие новости, связанные с Твиттером. Потому что, ну, сначала осудили то, что Твиттер заблокировал Трампа, осудили, как бы, полуодиозные фигуры. Ну, одна неодиозная, как бы, одна, это, как это, Алексей Навальный. То есть, ну, кто-то его может читать одиозным, кто-то нет, вот. Но это, как бы, это не так, как бы, это неофициальное лицо. Что-то, что ли, кого здесь волнует, что там Навальный сказал или... Да, но я говорю, что это неофициальное лицо. Потом осудил президент Мексики, что, как бы, уже стало немножко более серьезно. Но потом, вот, час или два часа, ну, сегодня, я не знаю точно когда, осудила даже старушка Меркель, вот. А потом еще к ней присоединился и Макрон. Тише? Да, нет. И причем, потому как нас, чему насочет наша прекрасная пресса, ни Меркель, ни Макрон большой любви к президенту Трампу не испытывает. Но их очень возмутило это и законно, потому что они говорят, а теперь что, никто не может пользоваться, потому что Твиттер может в любой момент заблокировать кого угодно. А в Польше приняли прекрасный или собираются принять прекрасный закон, правда, не против, по-моему, Твиттера, против Фейсбука, а может против них всех, что если Фейсбук блокирует какого-нибудь гражданина Польши, который и не доказывает, что он нарушил польские законы, то Фейсбук должен немедленно разблокировать и заплатить 2 миллиона евро. Ну, там 2,2 миллиона долларов написано, то есть 2 миллиона евро. Поэтому я думаю, что Трампу надо срочно принять помощь в Польше, конечно. Нет, с другой стороны, эта реакция, ты меня порадовал, я это еще не успел прочесть, эту информацию, и думаю, что это хороший знак, потому что ведь в наших комментариях все чаще упоминается некий 1937 год в одной стране. Ну, я могу, а тут, кстати, по поводу событий и по поводу истерии, связанные с событиями, потому что, ну, события, что в январе, они, я не могу сказать, что они там хорошие, то есть понятное дело, что там идти там со знаменами, даже с американскими, на Капитолии, дело не совсем хорошее, но, во-первых, это все продолжалось сколько там, 2 часа, да, через 2 часа там все закончилось, во-вторых, вся толпа, которая там была, как мы знаем, практически вся стояла, только было там несколько, там, кучка активистов, которых тоже непонятно, кто там из них и что, вот, и всегда найдется, если, скажем, собрать миллион человек, всегда найдется там 200 каких-нибудь, ну, сильно разогретых разными способами людей, которые готовы все крушить, это же не важно, это консерваторы, это либералы, это неважно кто, то есть лейблы на них вешать не нужно, потом, ну, как мы знаем, никто ничего, кроме того, что пострадал, убили эту женщину, непонятно, там тоже история темная, практически никто не пострадал, потому что полицейские, которые нам долго рассказывали, что его убили этим аркнетушителем, там история вообще непонятная, сейчас последняя была, что в общем, по-моему, покончил жизнь самовызида, ну, в общем, короче, семья просила не политизировать его смерть, скажем так, и плюс еще, и трое человек еще, которые погибли, вроде бы тоже это было не результаты, не результат, а просто среди миллиона человек оказалось там трое, которые, ну, что-то у них там тоже, как это, medical emergency был, ну, я не буду, я не знаю подробностей, но просто, как бы это с бунтами BLM, которые все, все мидии нас хвалили и рассказывали, как это правильно, и как, что мародерство, это вообще очень хорошо, но это не сравнить, когда сожгли все города... Тогда это назвали чем? Мирным протестом. Да. Сейчас употребили такое понятие, вот я хочу именно... Мороженное восстание, да. Не, не, не просто, это обозначено теперь внутренний терроризм. Ну да. Это сейчас продвигается очень активно, значит, любой сторонник президента Трампа, который еще президент на сегодняшний день, он подпадает, если он выходит даже, я так понимаю, с плакатом каким-нибудь, да, ну, предположим, выйдет человек с плакатом «Байден не мой президент», и его назовут внутренним террористом, я так понимаю. Помнишь, как был этот человек по фамилии Буш, но не тот, который из семейства Бушев, а тот, которого Довлатова, который ходил с плакатом «Долой противников мирового империализма». Примерно так, вот. Там с этим терроризмом, ну, вообще забавно получается, ну, забавно, как бы, если... Ну, забавно, а что мы можем делать? Это смех сквозь слезы. Во-первых, хочу на секундочку вернуться в 1933 год, потому что реакция вот на этот, ну, детский такой штурм Капитолия, потому что если бы миллион человек хотели бы штурмовать Капитолия, от Капитолия бы ничего бы не осталось. Как и от Белого дома тоже, вот. А мы помним, что летом собирались штурмовать Белый дом, там было серьезно, кстати. Вот. И даже Трамп был вынужден спрятаться в бункере. А насчет чего СМИ очень злорадствовали, а сейчас они, о, там, они там, то листья, которое там грохнулось на пол в перепуге, когда там один там человек заглянул в эту паладу, ну, эту я уж не буду, ладно. Грохнул, грохнул, человек испугался за жизнь, не буду над этим долго измываться. Но, короче, вот эту вот попытку, тут, напомню, и следующие за ним репрессии, потому что то, что произошло, иначе как репрессии назвать нельзя, это сравнили, между прочим, ни много ни мало. То есть, ну, я не говорю, что там Чек Шумер сравнил это с Пелл Харбором, вот, это путь будет на его совести, вот. А аналитики сравнили это ни много ни мало с поджогом Рейхстага. Ну, а наш знаменитый Терминатор, он же Арнольд Шварценеггер. Нет, ну, давай мы не будем оценивать то, что говорят голливудские звезды, потому что... Он был губернатором, извини меня, он был болит. В Атеалом, или там Мартин Скорсези, я забыл, к сожалению, кто из них, говорил, что чем артист глупее, тем лучше. Да, ну, губернатором он был, он выступил часто... Я бы не сделал его умным, вот, но неважно. Ну, его только австрийская душа не приняла, вот, того, чтобы понимать. Не будем, ну, короче, да, ну, говоря о Рейхстаге, конечно, Шварценеггера не вспомнить. Он социальную ночь вспомнил, он, ты что... Да, я вернусь к разговору, к истории про Рейхстаг, что тогда что было, тогда же в поджоге Рейхстага тут же обвинили коммунистов, и после этого устроили, закрутили гайки, как положено, и Гитлер пришел к власти уже. Поэтому аналогия полная, потому что тут даже Байден не успел прийти к власти, а уже устроил, то есть уже рассказал насчет того, рассказал о том, как он будет заниматься этой diversity, что он сказал, что в первую очередь будут там малые бизнесы, будут помогать, и перечислил там все-все нацменьшинства, там латинос, black americans, native americans, женщины и так далее. То есть белых там, естественно, не было. А евреев он назвал? Нет, ну евреев. Евреи это сейчас белые супрематисты. А, нет, не меньшинство теперь? То есть мы не меньшинство? Нет, все, все, уже мы перестали, евреи перестали быть меньшинством, все. Мы уже, это уже все, это уже белые супрематисты. Вот, но просто забавность этой ситуации в том, что, во-первых, ну, как мы знаем, настоящий расизм от именно тогда, когда выделяются какие-то группы, а не тогда, когда этих предпочтений нету. То есть когда идет к каждому по способностям, от каждого по способностям, от каждого по потребностям, или как там было. Вот это вот и расизм. А вот это, когда перечисляются, это расизм. Но плюс еще он там перечислил там эти несколько различных групп, выделенных им там по какому-то признаку. Они же сейчас между собой начнут ругаться. Кто из них главней? Ну, кто из них более активнее? Хорошо, а скажи, пожалуйста, вот еще куда более серьезная вещь насчет второй поправки его? Понимаешь, вторая поправка, они могут пугать, они могут говорить все, что угодно, но в стране там 500 или 600 миллионов стволов оружия, поэтому отмена этой поправки ничего не изменит. Ага, люди сейчас начнут занимать очередь сдавать. Да, да, люди начнут занимать очередь. Он говорит о сдаче такой, за деньги. Да, ну и что, ну начну. Нет, сдача за деньги приведет только к чему. Она приведет к тому, что всякие вот эти бездомные люди, которые живут там в Сан-Франциско, в Лос-Анджелесе и в других местах, которых там сейчас в некоторых из этих мест бесплатно кормят наркотиками, они займутся грабежом и будут пытаться украсть у людей там это оружие, если будут знать там у кого, или пытаться найти, чтобы его продать за деньги. Поэтому это приведет к некой чистке, но не тех, кого они хотят почистить. А сегодня еще же только что в Конгрессе попытались сразу два, то есть и статьи импичмента там уже успели озвучить на том, что Трамп призывал к там свержению существующего строительства и к тому, и еще чтобы, и резолюцию, чтобы Майк Пенс применил 25-ю поправку. Голос Америки, руководителем которого считается Майк Помпео, ну потому что это принадлежит, это орган Госдепа, в принципе. Как бы это? Ну, это орган Госдепа. Ну, вот эта вот организация, которая подчиняется Голос Америки. Ну, там структура есть, которая над ним, он не напрямую подчиняется. Ну, да, ну хорошо, и что Помпео? Они не хотели транслировать его выступление сегодня. А, ну они идут верной дорогой, той же самой, конечно. Вот, и там плакать, ну как обычно. Потому что, ну, поэтому тут сейчас ситуация, конечно, чрезвычайно неприятная, и выход из нее на самом деле не очень понятен, но посмотрим, Трамп завтра будет в очень знаковом месте, в этом Аламу, потому что он будет отмечать 400 миль стены. Кстати, Байден собрался замораживать строительство стены, но оказывается, это будет еще дороже, чем продолжать. А демонтировать он еще не хочет? Слушай. Ему пока еще не написали этого. Написали, хорошо. Он же не умеет, сам говорите, он же по бумажке читает, по слогам там, поэтому, причем там с десятой попытки, он, это же прямого эфира нет, вроде опять собираются устраивать инаугурацию, вот, они уже ее отменяли, сейчас опять собрались. В теломестском подвале. Хорошо, слушай, у меня есть маленькая вишенка, у нас скоро мы уйдем на рекламную паузу. Она заключается в том, что была очень интересная публикация в журнале Vogue. Там на первой полосе фотография вице-президента почти без пяти минут, Камалы Харрис, которая вызвала очень большой скандал. Ее изобразили, в общем-то, достаточно в таком парадном виде, она в костюме, тоже малопонятном, и в кедах. И что ты думаешь, вся левая братья резко набросилась на этот подхалимский, в принципе, журнал, что он намеренно изобразил ее, понятно дальше, на что намек, что одета она не как женщина, руководитель, пускай даже, в общем-то, предпочитающая такую casual одежду, а вот дальше не буду объяснять. Если кто-то хочет, почитайте это в континенте, найдете. Мы этот материал перевели и представили на ваше рассмотрение. А пока отдохнем несколько минут, вы послушайте объявление очень важное, и мы вернемся. Люди, о которых говорят и которых с удовольствием слушают. Настоящие профессионалы и интересные собеседники. В прямом эфире «Народной волны» с Игорем Цезарским. Итак, мы возвращаемся в программу «Радиоблог» с Игорем Цезарским. Номер телефона в студии 847-400-5200. Если у вас есть вопросы или комментарии, пожалуйста, набирайте, звоните, будем общаться. Ну, а пока, Игорь, пожалуйста, предлагаю продолжить. Да, спасибо. И так напомню, что сегодня со мной в нашей виртуальной студии Михаил Герштейн из Нью-Джерси. Все студии виртуальные. Ну, сейчас да, но все-таки вот Анатолий сейчас находится на боевом посту, если непосредственно радио, а вот мы с тобою имеем такую возможность с разных концов страны вещать, пока еще нам это не запретили, но все в процессе. Кстати, очень есть люди, которые говорят, что вы все там сильно раздуваете, что вот делаете, какие-то такие вот у вас мысли нехорошие и так далее. Но дело в том, что я буквально вчера попал совершенно случайно, знаешь, иногда Фейсбук, этот самый пресловутый, выводит не куда-то в сторону от нормального. Попал я на страницу людей малоадекватных, ну, кои в свою очередь считают таковыми нас, и у них очень интересные вещи я прочел. Оказывается, они вполне на полном серьезе рассуждают о том, что спецслужбам, а именно ФБР, пора заняться некоторыми активными блогерами, некоторыми людьми, которые ведут подкасты и так далее. То есть, так сказать, все в движении. А Непатерович, кстати, вчера или там сегодня совершенно правильно заметил, что не забывайте, когда маятник качается сильно в одну сторону, в другую сторону он потом качается гораздо сильнее. Вот. И, ну, несколько нарушив, в общем, законы физики, но неважно. И, но у нас с Твиттером же еще что-то, то, что он там сейчас упрал там на 5-7 процентов сегодня, это только начало, потому что сейчас против него начнутся суды, и после этого уже мало не покажется, и эту Джеку Дорси, наверное, придется продать это кольцо, которое у него в носу торчит. Ну, пусть он продает его, но нет, там не только суды, понимаешь, с учетом... Основное же это суды, основное это суды, и основное то, что... Уходить будут очень многие. А куда сейчас? Парли закрыли, им уходить не будет. Хорошо, вот все, я вот больше не собираюсь. Пользоваться этим, так сказать. Ну, заказать, активирую аккаунт, вот поэтому. Да? Ну, все. Но, не, понятно, что там у Трампа, Трамп в 2000, просто для сравнения, в 2015 году, когда он объявил о том, что он баллотируется в президенты, у него было там, ну, несколько миллионов, 5 или 6 миллионов, может там 9 миллионов подписчиков. А когда его закрыли, и навсегда, 90 миллионов. Вот, поэтому из этих 90 миллионов половина ходила в Твиттер исключительно, чтобы читать Трампа, им остальное их ничего не волновало. Вот, поэтому, если все там 45 миллионов просто уйдут, они либо уйдут, либо просто не будут ходить в Твиттер больше, это же не важно. Твиттер же живет исключительно за счет рекламы, за счет там каких-то... То, что он там продает какие-то данные там, ну, как обычно. Вот, но то, что народ стал немножко понимать, то есть даже, как бы, и либеральные люди слева, ну, в смысле, не сильно ли либеральные люди, но которые не совсем слева, а которые чуть-чуть все-таки разумные, они понимают, что нельзя, чтобы нами руководил, чтобы Силиконовая долина решала, о чем мы, ну, или Кремниево, как это правильно говорят, что Силиконовая долина – это Голливуд. Значит, Кремниевая долина, чтобы решала, чем нас... Что мы можем говорить, а что нет. Это, говорит, уж совсем плохо. А по поводу импичмента... Ну, во-первых, понятное дело, что импичмент они до окончания президентского срока не успеют объявить, потому что, ну, Митч МакКоннелл уже, конечно, как, будучи настоящим, это, Райна, Репраблуками, ему он ли уже нарисовал расписание. Ну, с одной стороны, потому что он Трампа не особо любит, а с другой стороны, потому что раз Конгресс, раз Нижняя Палата рассматривает, они должны предоставить расписание, оно начнется импичментное... Слушание по импичменту, если будут, начнутся только после инаугурации, потому что он, по-моему, созывать обратно с Сенат не собирается, который сейчас отдыхает, вот, и поэтому это... Ну, Пелоси в воскресенье, она, как всегда, ее совершенно унесло куда-то... Ну, не в воскресенье, не знаю, когда она давала интервью в 60 минут, показывали воскресенье, она опять стала рассказывать, она стала рассказывать, что вот эти вот все беспорядки, это все Путин, потому что у Путина на Трампа компромат много, и поэтому Трамп должен захватить... Трамп сделал Путину очередной подарок, окей? Да, да, вот. Значит, ну, это одна вещь была, а вторая еще, я говорю, а вы же восемь месяцев держали помощь, там, вот этот вот, пакет помощи второй, а она там, не, ничего не держали, там, ну, она совершенно, то есть она совершенно выжила из ума, вот, и понятное дело, что сейчас руководит не она, руководит кто-то еще, то есть, ну, как всегда, серые кардиналы, что гораздо, всегда, гораздо хуже, потому что с Трампом хотя бы, что, ну, нравится он там, нам не нравится, но он сам всегда руководит. Слушай, есть одна интересная вещь, вот хорошо, они завелись с этой темой импичмента и так далее, но почему они, вот, вроде бы, вы победили, да, ну, как они считают, они победили, да, ну, что же вы так колотитесь, что же вы... Я объясняю, несколько вещей, во-первых, почему-то они боятся, они не хотят, чтобы он в двадцать четвертом году баллотировался, но это так, это было то, что Пилоси сказал, вот, это кто-то сказал, что, говорит, чтобы статьи импичмента нарисовать вам хватило пять дней, а чтобы помощь гражданам и тотам обрезанную вам восьми месяцев не хватило, вот, а Джон Тортли, помнишь Джона Тортли, это тот, который представлял, ну, демократ, юрист-демократ, но он представлял Трампа во время прошлого импичмента, жалко, что только два, надо было, чтобы каждый год они объявляли импичмент, это было бы интереснее, вот, всего только два, вот. Он сказал, что это вообще, говорит, если этот импичмент пойдет, то есть будет, вот, ну, примут его, проголосует нижняя палата, говорит, это вообще будет беспрецедентно, потому что это означает, что любого президента, теперь любому президенту можно будет объявить импичмент за действие его сторонников. А Алан Дершевиц сказал, что он сочтет за честь, если Трампа просит, чтобы он его представлял. И ты понимаешь, это все... Ну, это, понимаешь как, они это оба демократы, Алан Дершевиц и Джон Тортли демократ, Алан Дершевиц никогда своих антипатий к Трампу не скрывал, и он голосовал за Клинтон, но он конституционалист, как это, аризонист, вот, и говорит, что это просто беспредел. Ну, сейчас вообще-то в моде некоторые другие юристы, которые вообще-то... Нет, он тот уже не в моде, а Винатий уже не в моде. А Винатий не в моде, но у него есть последователи, много которых, у которых к закону такое совершенно отношение сильно по партии. Ну, на самом деле, всей бы этой проблемы вообще бы не было, потому что, как, любое скрывание информации, любая попытка отказать, то есть рассмотреть... Вот рассмотрели бы они, допустим, в Пенсильвании претензии или в Джорджии, претензии в суде до, там, 6 января, и сказали бы, что посмотрели, представили доказательства одни, представили свои, там, доказательства другие, был там какой-то диалог, сказали бы, что, ну, знаете, да, но мы не можем доказать, что вот эти вот, что там были нарушения, но мы не можем доказать, что эти нарушения хватило бы, чтобы изменить результаты. И все, там, как бы на этом бы закончилось. Я не знаю, как бы закончилось, на воре шапка горит, понимаешь? Ну, просто, когда они это не дают, потому что достаточно много народу, которые, в принципе, консервативные товарищи, которые вполне себе были сторонниками Трампа, они ругались на Трампа, они его осуждали за то, что он не признает поражение, потому что они считали, что вот эти вот доказательства, которые там Джулиани и его помощница собирали, что это недостаточно, что они говорят, ну, да, были нарушения, но доказать, что это были нарушения, достаточные для того, чтобы изменились результаты выборов, очень тяжело, поэтому нужно признать, вот, имели право, нет, ну, это их точка зрения, значит. Нет, точка зрения хорошо, но это вне рассмотрения. Дело в том, что суды заворачивали эти иски. Да, я об этом и говорил. Если бы они хотели... ...процессуальным, с возможным моментом, который они находили, то есть это был повод не рассматривать. Нет, просто хотя бы один бы, если бы рассмотрели до 6 января, было бы гораздо меньше проблем, было бы гораздо меньше криков и шума. Это же нереально, они же понимали, что это рассмотрение к чему может привести, ты что? Ну, они, понимаешь, возьмите Пенсильванию, там 100 с чем-то тысяч голосов, или Мичиган, 150 тысяч голосов разница была. Рассмотрите хотя бы Мичиган, потому что там очень трудно доказать, 150 тысяч набрать того, что нарушение на 150 тысяч голосов набрать очень трудно. Рассмотрите, возьмите там какой-то. Они даже не дали в это Фултон Кауте посмотреть ничего, они только дали... Для меня очевидный здесь момент, совершенно. Я хочу тебе напомнить другую историю, которую все забыли. Они сейчас пытаются пропихнуть 25-ю поправку, мы помним, а то, что они в ноябре или в октябре... Нет, в ноябре, по-моему, уже после выборов проголосовали проголосовали за то, что за упорядочение этой 25-й поправки, как эта процедура 25-й поправки, они проголосовали, и все тогда считали, что это чтобы Байдена отстранить от власти, а на самом деле, оказывается, они уже готовились к этому, это мы тоже помним. Поэтому, если бы сейчас не было, если бы вдруг Трамп победил, скажем, они все равно бы воспользовались 25-й поправкой по тем или иным поводам. Вот, поэтому все же, ну, мы же не забываем какие-то вещи, мы все-таки кое-что помним, поэтому тут надо откручивать назад, и сейчас многие забыли, но не все. Ну, я все-таки тебе возразить хочу относительно того, что они категорически не хотели рассматривать, стали монолитом таким. В этом нет никакой случайности, потому что, если бы хотя бы в одном штате, где-то в Джорджии, предположим, был пересмотр, который бы привел в итоге к тому, что результат был бы изменен в пользу Трампа, это знаешь, как карточный домик могло посыпаться. Ну, да, он мог быть и не изменен, потому что, я же говорю, что вполне, просто дело в том, что они отказались, я же говорю, поэтому им надо было для того, чтобы хотя бы успокоить сторонников Трампа, рассмотреть это в каком-нибудь штате, где труднее всего доказать столько нарушений. Нет, и такой штат Мичигон, потому что штат не очень большой, а разброс был достаточно серьезный, поэтому они там стали рассматривать, и были бы много показаний за и против, в Мичигоне там всегда бардак, у них там всегда все цифры не сходятся, поэтому они там даже пересчет нормальный сделать не могут. Ну, вот видите, мы пересчитать не можем, ничего не получается, но, в принципе, типа, все равно Байден победит. Да, но не хочется возвращаться к этому, но, с другой стороны, даже простейшая логика, когда в том же Вискансине что происходило, что поступило потом бюллетеней там на полтора раза больше, чем их разослали, вернулось. Как? Ну, то есть, вот дальше что еще говорить? Нет, ну, тут, опять-таки, я же говорю, что вопрос в том, что вот это событие 6 января, ну, во-первых, событие 6 января ничего сверхъестественного с точки зрения американской истории даже недавней вообще не было. Вот. Это ничего особенного, и, в общем, скажем так, в миллионной толпе, чтобы было практически без жертв, и жертва была случайная, потому что там полицейский вроде как выстрелил там куда-то там вообще не глядя, и случайно попал, и это была единственная, в общем, жертва. Вот интересно, почему боевыми не стреляли, когда бесновались и летом громили города? Где полиция? Полиции не давали даже делать свою работу. Она сидела там, либо она приходила и вставала на колени под напором толпы, принимала вот такую позу. А теперь, значит, при... Не, ну, это другой вопрос, это мы досуждаем о том, что... Ситуация была что? Ну, мы тоже эти кадры видели многократно. Кто кому чего там угрожал? Хорошо, даже если они рванули туда, к двери, уже, да, там какая-то более-менее давка возникла или что. Ко чьей жизни была непосредственно угроза? Кто был там вооружен? И вообще все-то началось, ну, пусть разбирается действительно там следствие, суды и так далее, но, в принципе, даже туда их запускали совершенно, открыв двери и без всяких там каких-либо этих моментов, то есть дубинами их никто не охаживал. Заходите. Туда немедленно прибежал Алекс Джонс, известный как бы, ну, давно-давно уже запрещенный на всех платформах Алекс Джонс, и с Мегафоном, и этот Али, Александр Али, который организатор движения этот Stop the Stilk, и они, в общем, кричали, что, пожалуйста, успокойтесь, никуда не надо, ничего. И, скажем так, от Алекса Джонса, то есть, зная его там такой как бы достаточно несколько театральную, несколько агрессивную манеру ведения там новостей своего канала и там его сайта, ожидать такое было трудно, но прекрасно понимают, конечно, что происходит, потому что, ну, понятно, что никто там, никакую власть, никто никого смещать не собирается, никто никого просто хотели, просто народ возмущен, ну, по тем, по многим причинам, и, естественно, как бы у кого-то эмоции через край. И в этом еще была ситуация, что когда... А, ну, с этим импичментом, возвращаясь к импичменту, к сегодняшнему все-таки событию, значит, сегодня Пелоси пыталась оба этих, обе резолюции, то есть, одна по импичменту, ну, по начале процедуры импичмента, вторая по резолюции по 25-й поправке пропихнуть без голосования, то есть, единогласно, вот, но, к счастью, у нас есть еще некоторые республиканцы, которые сказали, что нет, и поэтому завтра будет голосование по 25-й поправке, они ему дадут, там, я не знаю, 24 часа или 48 часов, после этого начнут... Ну, это просто... Ну, знаешь, они сделали... Они, если в пятницу утром, скажем так, сторонники Трампа еще были немножко многие, как бы, в раздумьях, потому что, ну, все-таки события, там, 6 января, еще раздутые, там, медиа, они были не очень приятные, то к вечеру, 6 января, Трамп уже стал, там, этим, ну, как это, практически причислен к лику святых, вот. Вот, и сегодня же еще хотят же проголосовать за исключение из рядов Конгресса нескольких его, там, членов, там, этого, Лу Гомерт, Мэтт Гейтс, я забыл, там, кто третий, вот. На каком основании? На основании, что они поддерживали этот, этот вооруженное восстание. Это сертификацию, да, отменить? Хорошо, основание решаем делать, то есть... Нет, они поддерживали, типа, вооруженное восстание, вот. А вооруженное... Слушай, когда, когда, когда идет... Не надо посадить? Ты же помнишь недавнюю, там, 80-90 лет, это достаточно недавняя история. Я понимаю. Вот, поэтому... Нет, послушай, вот смотри, это с точки зрения процедурной. Миша, с точки зрения процедурной, какого черта, какая 25-я поправка имеет отношение к Конгрессу? Кто принимает это? Так теперь они же говорят, я же тебе напомнил, что в ноябре Конгресс принял там какие-то правила по тому, как нужно применять 25-я поправку, что они принимают резолюцию, по этой резолюции... Эту резолюцию отправляют вице-президенту, и вице-президент уже там решает. Но Майк Помпео вроде похоже, как бы уже... Помпео. Пенс. Нет, Майк Помпео, я говорю про госсекретаря, про который я уже говорил, которого сегодня не хотели дать выступить на голосе Америки. Он уже... Он уже понятно, что он не будет голосовать за эту правоправку, потому что он сейчас каждый день в своем Твиттере вешает этот... Не флаг, а фотографию с Америка Фрост, и уже... Я думаю, что и Пенс не согласится на такой расклад, он что уже... Чтобы оставить... Все, но Пенс уже тоже... В 2024 году у Пенс будет никто. Да нет, он уже сказал, что будет никто. Вопрос же не в этом. А? Он же на сегодняшний день он не будет на себя брать. А вообще было бы забавно, потому что им весь эти самые... Все свои... Все придется срочно переделать, потому что Байден станет не 46-м президентом, а 47-м, им все придется... Что это всего их волнует? Им же важно растоптать действующего... Сегодня произошло другое событие, уникальное. Вот. Эндрю Куома, известный всем губернатор штата Нью-Йорк, неожиданно заявил, что все, нельзя сидеть дома, надо все-таки работать, а то у нас бизнесы... А то все бизнесы закончатся. Но это означает, что, во-первых, посчитали, прослезились, это сколько собрали налогов, потому что у Нью-Йорка, по-моему, в 2020 году уже был бюджетный дефицит миллиардов 70, это там размер нескольких бывших союзных республик, примерно. Вот. А может и больше. И плюс еще, из Нью-Йорка же сейчас, особенно из Нью-Йорк-Сити, идет повальное бегство в Флориде или куда-то еще, потому что сейчас по результатам переписи, которая прошла, считается, что... Ну, еще нет официальных результатов, но когда там же будет редистриктинг, то есть будут говорить, сколько там новых, сколько у какого штата, сколько будет голосов, не голосов, членов Палаты представителей, вот, и считается, что в этом году будет впервые у Флориды больше, чем в Нью-Йорке. Вот. То есть Флорида официально становится большим штатом, чем Нью-Йорк. Вот так. Вот так. Ну, ничего, они вот эти бреши заполнили нелегалами, это вот будет... Нет, бреши они нелегалами не заполнят. Нелегалы в бюджетах деньги не приносят. Они бреши могут заполнить нелегалами, но они не заполнят их деньгами в бюджет. В Нью-Йорке же была знаменитая история несколько лет назад, уехал какой-то владелец хедж-фанда, решил переехать во Флориду или там куда-то. Ну, короче, уехать из Нью-Йорксии, потому что его эти безумные тоже нью-йорксийские там налоги, property taxes и так далее, они ему доели. Ему особенно... Ему уже было достаточно много лет, и он собрался уехать во Флориду. Когда об этом стало известно, они ночью срочно собрали ассамблею в Трентоне и стали решать, что же делать, потому что его налоги, это было чуть-чуть не половина бюджета Нью-Йорксии. Вот так. Ну и что же сделали? Ну, подняли налоги какие-то там, на бензин, на шкаре, что они еще умеют делать? Тогда еще закон где-то как-то был, а вот сейчас это бы сделали иначе, вот когда придут большевики, они сделают по-другому. Они уже пришли, поэтому, в общем... Ну, подожди, еще, еще, все-таки, сегодня 11-е число, и действующий президент еще 45-й по счету Дональд Трамп. Вот, поэтому я говорю, когда там, чего там, электон, или кто он еще, посмотрим мы на это дело. Еще дожить всем надо до этого дня, так сказать, когда объявят уже громогласно. Вот, ну, что... Но зато все забыли про коронавирус. Ой, я только... А он еще актуален? Да, там, ты чего, такие цифры сейчас? Ну, о нем меньше разговора, я думаю, наш будущий, так сказать, он с ним разберется, объявит, что вакцину он сотворил, и прочее, прочее. Ну, а сегодня у нас наше время закончилось. Спасибо всем, кто был с нами. Всего вам доброго, будьте здоровы, берегите себя. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Егорова